Послание 3. Твое Я, ожидающий милости. Это вселенский устав, данный Богом. Священное Писание объясняет судьбу каждого человека и каждого народа. Каждое Слово Божие в этой Святой Книге книг – открытие истины и указатель жизненного пути одновременно. Вся современная цивилизация не смогла поколебать ни единого Слова Писания. Вся европейская наука не в состоянии изменить ни одной из заповедей Божиих. Множество книг будет написано о причинах гибели Югославии, но все вместе они не выразят то, что Священное Писание говорит в одной фразе. Почему погибло государство совсем юное, словно отрок? Конечно, не от старости, скажете вы. А я скажу вам. Нет, погибло от старости и немощи. Повторяю, Югославия распалась от старости и немощи. По сравнению с тысячелетними державами Востока и Запада, даже по сравнению со вновь рожденными и вновь созданными государствами, она была поистине ребенком, а по грехам – древней старухой. По грехам она была старой и дряхлой, потому пришла к ней смерть и удавила ее. Представьте себе, что двое молодых людей, отслужив в армии свой срок, расстались. Один из них был серьезным и порядочным, другой – легкомысленным и развратным. Спустя три года они встретились вновь. Порядочный и серьезный молодой человек, здоровый, сильный, веселый, увидев своего легкомысленного товарища, был поражен. Перед ним стоял не его сверстник, а молодой старичок, посидевший и сутулый. Он кашлял и тяжело дышал, его поразила чахотка. «Как твои дела? Чем занимаешься?» – спросил здоровый больного. «Как мои дела?» – со страхом жду февраля. Ибо так говорит Господь в Священном Писании. «То, чего боишься, постигнет тебя». И двадцатипятилетнего старичка постигло то, чего он боялся. Прогуливалась смерть в феврале. Мизинчиком его коснулось, и пал он замертво. Грех, словно червь, разъедает и пожирает и молодой организм, и молодое государство. И Югославия состарилась и одрехлела от греха, а потом пал и развалилась. Два зла сделал народ Югославии. Оставил Бога, источник воды живой. Это первый грех, первое зло. И высек себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это второй грех, второе зло. Пастыри и вожди народа оставили Христа Бога, вечный источник свежей и здоровой воды. И начали, по примеру, еретиков и безбожников высекать себе водоемы и собирать в них воду дождевую. Пустые колодцы назвали они культурой и цивилизацией, наукой или модернизмом, прогрессом или модой, спортом, здоровьем и тому подобным. Мы отвергли Христа, потому и Христом были отвергнуты. Югославия противопоставила себя Христу, противопоставила себя святому Сави, противопоставила сербству, противопоставила истории сербского народа, противопоставила народной мудрости и народному достоинству, противопоставила всему, что было свято для народа. Противопоставление только противопоставление. Потому имели мы державу без Божьего благословения, свободу без радости, войну без борьбы, гибель без славы, страдания без идеала. Но и на этот раз милость Божия превзошла нашу злобу человеческую, превысила разум людской. Когда зарыдало каждое сербское сердце, Господь протянул свою руку погибающим. Когда весь народ устремил взгляд свой на Господа живого, шепча Ему кровоточащим сердцем, не от человека, ожидающий помощи на Твое я, ожидающий милости и Твоего чающий спасения, молитва вечерней, тогда Господь освободил и очистил нашу землю от немцев, вернул нам свободу и даровал державу. Слава Тебе и хвала, благие Господи! Но знайте и детям своим скажите, что Господь помиловал нас с одним негласным условием, что никогда более мы не оставим Его, источник животворящей воды живой, что не станем мы, подобно еретикам и безбожникам, отвратившись от Христа, копать колодцы безводные, вокруг которых стоят в ожидании воды люди и от жажды умирают, и еще с тем условием, что никто не дерзнет восстать на Божии или народные святыни, но весь народ встанет под знамена Христовы и делами, словами и мыслями прославит в Троице единого Господа Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Аминь.